РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 4, стихи с 9 по 22. Давайте послушаем. Подщись, а скоро прийти ко мне... Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискин в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Трааде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прискиллу и Акиллу и дома Несифоров. Яраст оказался в Каринфе, Трофима же я оставил больного в Мелите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евул и Пут, Илин и Клавдия и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Благодать с вами. Аминь. Второе послание к Тимофею составлено апостолом Павлом в римской тюрьме незадолго до мученической смерти. Из тех строк, которые только что прозвучали, мы узнаем множество подробностей не только о судьбе самого апостола, но также о судьбе его соратников. О некоторых из них хотелось бы сказать особо. В первую очередь Павел упоминает о Димасе. По его словам, тот оставил его и пошел в Фессалоники. Из других посланий апостола мы узнаем, что некоторое время Димас был его спутником и учеником. Однако в итоге он предал своего учителя и, как бы мы сказали, дезертировал. Именно на это намекают слова Павла, который говорит о том, что Димас возлюбил нынешний век. Существуют разные предположения, что именно это могло значить. Согласно одному, он разошелся с апостолом в своем понимании учения о воскресении мертвых, а именно отказался от общецерковного учения о том, что в конце времен, во время второго пришествия Спасителя, умершие вернутся к жизни. Согласно второй версии, он полностью отступил от христианства и даже стал языческим жрецом в городе Фессалонике. Совершенно иначе апостол говорит о Луке. Так же, как имя Димаса, имя апостола Луки упоминается во многих местах книги Деяния. Мы знаем, что он был верным спутником Павла. И, собственно, именно благодаря ему мы имеем одно из четырех Евангелий, а также саму книгу Деяний. Лука оставался со своим учителем до конца. Он единственный, кто не бросил его в трудную минуту, даже перед лицом, угрожавший ему смерти. Наконец, еще одно имя – Марк. Это тот юноша, с которым у апостола случилась неприятная история. Некогда вместе с Павлом он отправился в миссионерское путешествие. Однако, испугавшись трудностей, вернулся домой в Иерусалим. Павел по-человечески очень тяжело это воспринял. И когда в следующий раз ему предложили взять Марка с собой, он наотрез отказался. И вот сегодня мы видим, как, обращаясь к Тимофею, апостол говорит «Марка возьми и приведи с собой, ибо он нужен мне для служения». То есть он призывает для проповеди Евангелия того, кто однажды это служение оставил. Очевидно, что с тех пор многое произошло с Марком. Перед нами возмужавший человек, который переосмыслил свое поведение и теперь готов к тому, чтобы нести Слово Божие в самых сложных условиях. Павел знает об этом и сам зовет его обратно. Точно так, как этим троим, Бог и всем нам всегда дает свободу выбирать и поступать по желанию собственного сердца. Лишь единицы никогда не покидают его, как апостол Лука не оставил своего учителя. Печально, что кто-то уходит от него навсегда, как Димас. Но хочется поэтому верить, что большинство из нас, кто, подобно апостолу Марку, однажды оступился и проявил малодушие, найдут в себе мужество и решимости принести покаяние, чтобы вновь стать верным помощником и служителем Бога.